Девчонки, привет! Ребята, тоже привет! Всем привет! Сегодня вторая часть нашего с вами путешествия в мир прекрасного на выставку «История московского шоколада». Выставка проводится в музее-весадьбе Люблино, и ссылку на официальный сайт я вам оставлю в инфобоксе. Если вы вдруг случайно по какой-то причине пропустили первую часть, обязательно посмотрите. Это что-то необыкновенное, необыкновенно прекрасное. Сегодня мы продолжим знакомиться с этой выставкой, и для начала несколько слов скажет Артем, директор музея шоколада. Тут самые главные моменты рассказать, которые у нас есть. Мало кто знает вообще о существовании нашей выставки, мы ее посвятили как раз истории московского шоколада, но мало кто знает, что история российского шоколада берет свое начало из Санкт-Петербурга. Его нам привез император Петр I Великий примерно в 1710-1712 году. Вот до него у нас не то что не было ни одной шоколадной фабрики, у нас даже ни одного сахарного завода в стране не было. Через 200 лет к началу 20 века в Москве работало 240 шоколадных производств, а в Санкт-Петербурге – 170, и наша страна к началу 20 века была лидером по производству самого качественного шоколада в мире. Чтобы не быть голословным, результаты всемирной выставки в Париже 1900 года, вот мало кто знает вообще что-либо о существовании этой выставки, однако это было эпохальным событием. Вот эта выставка за несколько месяцев собрала более 50 миллионов человек. И нашу страну на этой выставке представляло 5 шоколадных фабрик, и мы заняли практически все гран-при в области кондитерского искусства. Мы обогнали Бельгию, Италию, Францию, Швейцарию – все эти страны, которые сегодня ассоциируются с лучшим шоколадом в мире. И вот хотим обратить внимание гостям нашей экспозиции, нашей выставки. Вот по ходу прохождения выставки вы будете видеть экспонаты, на которых находятся желтые таблички, вот как здесь. Вот если вы видите такое, это означает, что экспонат дореволюционный, до 1917 года, но самое главное, мы ни разу его не открываем. Вот на этом интереснейшем примере мы вам покажем ни разу не скрытые коробки. Вот тут у нас коробочки с печеньем, вот здесь вот коробочка ни разу не открывалась, печенье по-прежнему находится внутри. Вот это у нас коробочки с медом суток, вот это коробки с пряниками. А вот здесь у нас представлены вот три такие фигурочки, это сахарная голова. Принятая была вот такая фасовочка сахара. И вот по мере прохождения выставки вы неоднократно столкнетесь с ни разу не раскрытыми экспонатами и коробочками. Вот пример, сахар у нас ни разу не раскрытый, представлены пару экспонатов. Вот здесь ни разу не раскрыты кондитерские изделия. Вот конфета «Союз», шоколад «Союзный», товарищество «Ине». Товарищество «Ине» мы в будущем будем знать под названием фабрики «Красный Октябрь». Они на той всемирной выставке заполучили два гран-при. Мне кажется, что это необыкновенно интересно. Уверена, что вы со мной согласитесь. Особенно, если вы точно так же, как и я, далеки от этой темы. Я ничего не знала. Ни об истории шоколада, ни о коллекционировании предметов, связанных с этой темой. Для меня все было в новинку. И открылись какие-то совершенно незнакомые для меня горизонты. Я под огромным впечатлением. Мы с вами рассматривали разнообразную упаковку в первой части этого видео. Будем продолжать рассматривать и в этой части. Очень красивая упаковка. Здесь и коробки, банки, жестянки. Также мы встречали рекламные плакаты. И вот такие прямоугольнички. Вот такие вот, не знаю, может быть, их можно назвать ромбики. Вот такие вот бумажные цветные штучки, которые я не могла понять, что уже это такое. Оказалось, что это фантики. Фантики от шоколада. И о том, что это такое, какие они бывают, мне рассказал основатель музея, с которым я познакомилась совершенно случайно. Коллекционер. И это именно его коллекция составляет большую часть экспозиции, представленной на этой выставке. Евгений Григорьевич. Мне удалось с ним побеседовать. И он мне кое-что рассказал, кое-что показал. И часть из нашего разговора я вам тоже сейчас покажу. То есть, каждая фабрика, какому-либо событию знаменательного в жизни империи, либо вообще по какой-то там, скажем, чисто общеобразовательной, ими понимаемой программе, они выпускали серию шоколада. Самая большая серия была 16 штук. Это вообще просто. На сегодняшний день собрать ее, это практически, ну не то, что практически невозможно, а просто невозможно. Вот у нас на сегодняшний день, вот за то время, пока мы занимаемся музеями, у нас собрано где-то примерно 40-50 полных серий. Что такое полная серия? То есть, у вас есть абсолютно все, что было выпущено. Представьте, они уже давно разлетелись. Это было, будем говорить, многие это были там на рубеже 19-20 века. Я вам сейчас покажу просто. Из самых таких вещей, причем, я еще раз говорю, я не специально принес к вам, но это сделано, в смысле, это исключительно, потому что мы сейчас делали небольшую копию. Видите, это все былины, которые были в русской литературе. Это абрикосов, поставщик двора. Вот здесь полная серия, все 16 штук. Я вам так скажу, что любая из них, одна, если перевести на следующие деньги, это 500 евро, одна. А если вы собираете полностью всю серию, ну, считайте, что миллион рублей, это самое малое, что вы можете за них получить. Потому что за 6 можно получить миллион, а здесь 16 штук. Ну, это просто повезло, что эти сами никогда не выпускались. Они были в специальном альбоме, альбом был, в нем были вклеены эти вещи, поэтому шоколадка их не заворачивается. Это прямо просто фантик, да? Да, это, вот смотрите, это все делалось как, вот так вот это складывалось, вот здесь по углам, раз, два, три, и вот это было, вот такая была маленькая шоколадка, он не выпускался огромными, потому что он был достаточно дорогой, и, как правило, если перевести на сегодняшнюю метрическую систему, это по 50 грамм, потому что, что раз говорю, это было очень дорого. Ну, а самое, как говорится, это вот то, что вы говорите, из ценного, из доисторической, поэтому практически все самые крупные фабрики, тем более поставщики двора, они выпускали шоколад только сериями. Вот из этих серий удалось вот собрать достаточно большое количество, абсолютно полностью. Ну что ж, я думаю, что теперь мы на все это великолепие можем посмотреть совсем другими глазами. Музыка 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 Дала. 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 Ну, я, конечно, продолжаю любоваться необыкновенными простыми превзойденными по красоте лично для меня вот этими вот чайницами сотни лет прошло даже больше это очень красиво посмотрите всякие аксессуары тут для колки сахара растенные банки в прекрасной сохранности те самые не открытые и распечатанные коробки которых нам говорил артем в начале этого ролика вот и мы и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok А это фигуры из шоколада, в том числе и Дед Мороз, и он огромный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А здесь мы видим формочки для шоколада, некоторые из них очень оригинальные. Форма яйца, вы видите? И эти бури объемные, очень интересно. Форма яйца, вы видите? Мы переходим из зала в зал, от витрени к витрени и узнаем все новые и новые имена русских производителей. Красивые упаковки, запоминающиеся формы, очень декоративно, очень красиво. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас мы с вами заходим в зал, который лично на меня произвел самое огромное впечатление. Потому что, ну да, конечно, фантики, обертки, плакаты, это все очень красиво. Но, надеюсь, я никого не обижу, лично я предпочитаю более утилитарные предметы. На меня все-таки большее впечатление производят коробочки, шкатулки, банки, жестянки. И здесь, вот именно в этом зале, они представлены во всем своем великолепии. Посмотрите, ну какая же это красота! Когда мы с вами только зашли в этот зал, я сделала такое вот обзорное движение по всему залу. Наверное, вы увидели, что в центре этого зала стоит витрина с пасхальными яйцами, шоколадными яйцами. И мне есть, что вам о них рассказать. И давайте, пока вы будете рассматривать вот эти все жестянки, необыкновенно прекрасные, я вам уже начну рассказывать историю про шоколадные яйца. Итак, любой современный школьник на вопрос, откуда появился шоколад Kinder Surprise, без запинки ответит, что это сделали на фабрике Феррера в Италии. Более любознательные смогут подчеркнуть из Википедии, что шоколадные яйца с игрушками внутри придумал швейцарский дизайнер Генри Ротт в 1972 году. И уже в 1974 году Kinder Surprise, произведенный на фабрике Феррера, начал свое победоносное шествие по всему миру. Но вот перед нами приз-курант от 1 июля 1909 года российской паровой макаронной кондитерской шоколадной фабрики Динга, которая основана в 1883 году и работала в Москве в Сокольниках до 1915 года под этим названием, вплоть до отъезда семейства Динга на их историческую родину в Германию в связи с началом антинемецких погромов в Москве в период Первой мировой войны, и которая вырабатывала ежедневно 1100 пудов шоколада, конфет и макарон. Так вот, на странице 44 прескуранта в разделе «Сезонный товар» читаем. Пасхальные шоколадные яйца, изящно отделанные или завернутые в цветную фольгу с разными сюрпризами. Пасхальные шоколадные яйца по цене от 12 до 100 рублей за 100 штук в зависимости от размеров, и тут же на вкладке размещены все выпускаемые типы размера под номерами от 1 до 21. То есть, можно с уверенностью утверждать, что еще за 60-70 лет до Феррера «Секрет изготовления шоколадных яиц» с сюрпризами был хорошо известен российским шоколадным мастерам и радовал детвору в канун Святой Пасхи. В XIX веке выпуск шоколадных пасхальных яиц и рождественских шаров с сюрпризами, обернутыми цветной фольгой, сюжетами русских народных сказок, был налажен и на фабрике товарищества Абрикосово и Сыновей в Москве. И вот они, вот то, о чем я вам говорю. Еще одним из первых производителей, который во второй половине XIX века начал изготовлять на Пасху шоколадные яйца сюрпризом, была кондитерская фабрика «Жорж Борманс» в Санкт-Петербурге. Правда, в отличие от Феррера, внутрь вкладывались не пластмассовые игрушки, а шоколадные изделия с пасхальной символикой. Вот такая вот интересная история. А там фарфоровая игрушка, вы видите, которая находилась внутри вот этих вот шоколадных яиц. Это что-то потрясающее, правда? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Как вы видите, тематика представленных экспонатов очень разнообразна. Тем интереснее и тем ценнее. А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Очень красиво смотрится композиция в этой витрине. Продолжаем. 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 А дальше мы с вами будем рассматривать кондитерскую упаковку более позднего периода, советского периода. Пантики от конфет, от шоколада. И какие-то пантики вы, наверное, можете вспомнить из своего детства и своей юности. Какие-то, конечно, более старшего возраста, какие-то моложе. Здесь тоже экспонаты разобраны по темам, по направлениям, по авторам, по тематике. Очень интересно. Басни Крылова. Я не знаю, обращали ли вы внимание. Я, скорее всего, нет. Наверное, я только сейчас обратила внимание на этой выставке, что с течением времени, с разными годами, на одни и те же конфеты менялся дизайн упаковки, дизайн обертки. Вроде бы та же самая картинка, но она другая. Все-таки ее чем-то меняли. В чем-то. Может быть, в небольших изменениях. И вот чуть дальше Евгений Григорьевич об этом будет рассказывать. И я вам вставлю еще кусочек беседы. Вот то, что касается изменений дизайна обертки. Это очень интересно. Ну, самое интересное, я вам сейчас покажу уже все, что касалось советского периода. Вот такой знаменитый художник Леонид Константинович Челноков. Это главный художник Красного Октября, который отработал там с 47 по 92 год до самой пенсии. Этот человек... Все конфеты, которые вы сегодня знаете, это все конфеты, нарисованные Челноковым. Знаменитые. Вот незнайки и перерисовка всех. Мишка косолапый. Ну-ка, отними. То, что было сделано до революции, все перерисовал он. Так вот нам удалось после его смерти у вдовы купить всю коллекцию его фантиков с его автографом. То есть он рисовал, расписывался и ставил дату. Не все конфеты пошли в серию, но те, которые пошли, они все... Вот первый источник остался у него. Вот в качестве этого примера я могу показать. Вот смотрите, допустим. Вот знаменитая конфета Сапко, да? Она выпущена фабрикой Эйнем. Эйнем – это будущий Красный Октябрь, да? В 1917 год пришел, да, это нарисовал Мануил Андреев. Вот после его... Когда пришел социализм, Мануил Андреев перерисовал эту же самую конфету, но только уже для Мостельпрома. Это в 20-х годах. Это уже для советской кондитерской промышленности. Ну и потом, в 59-м году, когда умер Мануил Андреев... Сейчас найдем. Вот самые уникальные вещи для коллекционеров. Видите? Это калька, в которой Челноков перерисовал эти конфеты. Причем он их не просто наложил, а он уже там внес какие-то свои собственные изменения. И вот после всех этих вещей появилась уже... Правильно я говорю? Появилась уже конфета Красного Октября. Видите, они похожи, но все равно какие-то различия есть. То есть это до революции, это ранние советы, это перерисовка уже советского времени. Вот если вы соберете, как говорится, вот такой полный, вот у нас там в соседнем зале лежит все то же самое, что нарисовал Челноков, перерисовал все эти басни Крылова. Вот там на каждый фантик конфетный, их шесть штук, басен основных, которые самые известные, вот там есть его перерисовки, пробные оттиски, и потом уже то, что получилось в советское время, перерисовка дореволюционных этикетов. То есть вот это очень ценно. Я думаю, что даже по вот этим коротким ставкам вы понимаете, под каким огромным впечатлением от нашей беседы я осталась. Потому что я была очень далека от этого вопроса, очень. И разговаривать с человеком, который знаток и который увлечен вопросом, это что-то необыкновенное. Настолько интересно, увлекательно, и столько много нового я узнала, это что-то потрясающее. Да, конечно, ходить по выставке самостоятельно, как это делала я, в этом есть определенный смысл, определенная ценность. То есть я ходила со своей скоростью, никто меня не торопил, я останавливалась там, где мне интересно, я рассматривала что-то более долго, мимо чего-то я проходила быстро. Но если рядом с тобой находится человек, который тебе подробно расскажет то, о чем ты даже не догадываешься, в этом есть другая ценность. И знаете, я вам уже говорила, что наша встреча не была запланирована, она была случайной. Но, наверное, случайность не случайная. Иначе я бы вот этого всего не узнала и вам бы тоже не рассказала. Но сейчас на выставке введена новая авторская программа от Евгения Григорьевича. Там будет для посетителей дана возможность пройти экскурсию с основателем музея. А также будет проведена дегустация и в конце программы небольшой форшет с проходителем напитками и клубникой в шоколаде. И можно будет задавать вопросы Евгению Григорьевичу. Если у вас есть желание, есть возможность, прям вот искренне рекомендация, даже не сомневайтесь, это будет незабываемо. Аплодисменты. 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 а на этих знакомых детства фантиках с мишками я буду с вами прощаться и очень надеюсь что видео вам понравилось и очень надеюсь что наша экскурсия была вам интересна поделитесь этим видео со своими друзьями посоветуйте этот музей к посещению и сами обязательно сходите если есть такая возможность вы не пожалеете я вам обещаю но я жду от вас обратной связи в комментариях рассчитываю на лайк на репост на подписку и прощаюсь с вами до следующей встречи пока 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 и Продолжение следует...